Меня зовут Василий Чуранов, я сооснователь и директор по развитию компании Станкосервис. Я представляю проект системы мониторинга AIS Dispatcher, которая позволяет повысить эффективность использования промышленного оборудования на предприятиях и цехового персонала. Проект, который мы стартовали, он возник с идеей. Мы не заимствовали технологию иностранную, мы не брали какие-то схожие идеи. Проект родился сам по себе. Мы достаточно долгое время работали с промышленными предприятиями, занимались тем, что передавали программы на станки с ЧПУ. И определенное время поработав, мы поняли, что можем не только передавать программы на станки, но мы можем еще и с помощью этих устройств собирать информацию о том, как работает оборудование. Что оно делает, сколько электроэнергии потребляет, простаивает оно или работает по программе. И вот с этой идеей, с идеей мониторинга станков, объединения станков в сеть и мониторинга их, родился проект AIS Dispatcher. Оборудование, то, которое производилось в России или закупалось из-за рубежа, это все оборудование разных производителей. И каждый производитель, если он делал современные станки, он поставлял какое-то программное обеспечение, которое позволяло контролировать только станки вот этих моделей. И в промышленности, на предприятии, на заводе стоят целый зоопарк станков различных моделей, различных годов выпуска. И задача не контролировать отдельно взятый станок, задача контролировать все производство в целом. Если посмотреть на производство сейчас глазами современного руководителя, то для него, как правило, это выглядит как черный ящик. Он очень плохо представляет, что там происходит. Я сейчас говорю про руководителей высокого уровня, про топ-менеджмент. Для него это производство реально черный ящик. И система мониторинга, которую мы сделали, она позволяет из черного ящика сделать такой прозрачный аквариум. Заглянуть на это производство, увидеть все процессы, минуя субъективный фактор, минуя человека. Но когда сами станки, сами машины сообщают тебе, что они делали, как они работают, с какой эффективностью, это уже стопроцентная достоверная информация. Поэтому мы решаем не просто какую-то, не просто даем игрушку, мы даем реально полноценный инструмент повышения эффективности работы предприятия, в частности производства. Чтобы что-то улучшать, это надо измерить. И когда мы измерили, сколько оборудования работает по программе, сколько простаивает, нам надо понять дальше причины простоя. Часто получается так, что из 100% рабочего времени станка, он там 70% времени простаивает. И если этот показатель еще, грубо говоря, виден со стороны, то причины простоя. Это важнейшая информация, потому что дает нам ключ к тому, что необходимо улучшать на производстве, на оборудовании. Вообще мы сталкиваемся с противодействием на нижнем уровне, собственно, самому цехового персонала достаточно часто. Ну, если не в каждом там первом случае. Действительно, руководство предприятия заинтересовано внедрением цифровых инструментов, которые позволяют сделать все прозрачным. Но цеховой персонал в этом, к сожалению, пока не заинтересован. Потому что это нарушает их комфорт, нарушает сложившиеся привычные какие-то подходы к тому, что они делали. Немножко меняется психология рабочих, отношение к рабочему времени. Они уже начинают понимать, что каждый производственный час стоит денег. Им начинают это руководство объяснять и начинают более заботливо относиться к тому, что они делают, и время, которое они работают у станка. Были поломки оборудования, был определенный саботаж. Такие вещи в течение первых двух месяцев достаточно быстро скрываются. Этот саботаж, такой вот, ну, откровенный, он быстро заканчивается. Но гораздо интереснее предсказывать эти поломки. Вот здесь вот существует два подхода. Это первый подход, который мы реализовали. Мы контролируем энное количество параметров, сравниваем их с нормой. И как только эти параметры выходят за показатель нормы, система с определенной долей вероятности сообщает, что может выйти из строя тот или иной узел станка. Если он критичный, сообщается это служба снабжения, он заранее закупает необходимые детали. Но эта задача, в общем, вообще совсем нетривиальная. Станок не простой механизм. Это даже не турбина, которая там крутится. И там такой достаточно, ну, условно простой агрегат. И здесь современные методы машинного анализа, обучения и искусственного интеллекта как раз приходят на помощь. Анализируя исторические данные за большой промежуток времени, а данных мы собираем сейчас очень большое количество, Система обучается и на основании определенных моделей может делать предсказания или делать выводы, что что-то пойдет не так. Можно говорить даже о каких-то, например, что скоро пойдет брак, что скоро какой-то узел станковый детест строя. Можно даже говорить о том, что этот рабочий сегодня работает плохо потому-то, потому-то, потому-то. Потому что, условно, он пришел там пьяный на работу. Это косвенные показатели. Говорят нам о том, что раньше он работал хорошо, сейчас показатели, например, какие-то изменились. И вот эти показатели скажут нам о том, какая причина или на какую причину это может повлиять в будущем. Но что интересно, одно только установка системы мониторинга. Мы даже еще не начали никакие там работы по оптимизации, поиску узких мест и так далее. Просто установка системы контроля, системы мониторинга на предприятии, когда рабочие знают, повышает эффективность на 10%. Представляете? То есть в России потенциал огромный. То есть если за рубежом борются за доли процента, за проценты, за доли процента эффективности, то у нас уже на 10% растет. Но еще 20% кроется как раз в дальнейшей работе уже с данными, с аналитикой. Нам нужен был выход на корпорации. Наш проект, в основном наши клиенты это крупные промышленные предприятия, которые входят в корпорации. Нужно заполучить доверие, нужно пройти определенные бюрократические барьеры, достучаться до лиц, принимающих решения. Нужны были рычаги точнее, как нам выйти на эти корпорации. Вот одним из таких рычагов стало агентство, которое откликнулось на нашу просьбу написать письма в регионы, на губернаторов, которые в свою очередь написали письма на промышленные предприятия, откликнутся, кому интересна такая технология. Это как один из инструментов сработал. В том числе у нас пошли встречи, прошли переговоры, и пошли пилотные проекты, которые показали хороший результат. Да, были случаи, когда что-то приводило нас в уныние, когда на одной из крупных промышленных предприятий мы поставили стиль мониторинга. Месяц она там поработала, порядка 40 станков мы подключили. И мы смотрим, что загрузка оборудования, предприятие работает три смены, загрузка оборудования 30% полезной. То есть сами можете представить какие-то огромные потери. Когда мы начали разговаривать с руководством предприятия, реакцию мы, честно говоря, не поняли. Как можно реагировать так на эти цифры? То ли это было недоверие к цифрам, то ли это было такое пассивное отношение к тому, что происходило. До сих пор сложно сказать. Но тогда я лично осознал, вообще, какой потенциал для повышения эффективности у нас в стране на промышленных предприятиях. Один из таких ярких примеров, мы внедрялись на предприятие «Редуктор ПМ», входящее в холдинге «Вертолеты России». Наверное, с него началась такая наша история успеха. И они сказали такие вещи, что вы нам сэкономили сотни миллионов рублей. Мы просто посмотрели на то, как используется наше оборудование, и не закупили кучу дополнительных станков, которые стояли у нас в институционном плане. Спасибо вам за это. Просто когда с низов персонал говорит, нам нужны новые станки, нам не хватает оборудования, чтобы сделать ваши заказы в срок и так далее, руководству не остается ничего, как довериться цеховому персоналу или мастеру участка. Но когда она теперь имеет инструмент реально померить, найти узкие места и пересобрать производство так, чтобы теми ресурсами, имеющимися ресурсами, оптимальным образом производить продукцию, не вкладывая, не инвестируя деньги в закупку нового оборудования. Вот теперь у них появился такой результат, и это дает быстрый эффект, то, что любят наши предприниматели. Мы достаточно быстро интегрируемся на предприятие, даем температуру по больнице, показываем узкие места, что можно улучшить. Это дает определенный уровень повышения эффективности. Но дальше вопрос стоит цифровизации всего, целого цикла производства. Вот сюда обращены сейчас наши взгляды, взоры, то есть сделать все производство прозрачным и цифровым. Что интересно, для меня это было на самом деле большим сюрпризом, что продвинутость промышленных технологий за рубежом примерно такая же, как и в России. То есть одновременно в мир пришли новые сервера, достаточно дешевые производственные вычислительные мощности, доступ к интернету и так далее, цифровая экономика, где-то индустрия 4.0, где-то еще как-то называется. Но в целом все об одном и том же. Все понимают, что следующий рост эффективности, существенный рост, это за счет цифровизации. Мы приходим, ну понятно, мы приходим в Индию, мы приходим в Китай, мы приходим в Восточную Европу. Для нас это было более-менее понятно, то есть как бы ожидание. Но когда мы пришли в Западную Европу, когда мы начали общаться с Америкой, мы увидели, что такие же есть проекты, как и мы. У всех, все сталкиваются с одними и теми же проблемами. А если говорить про Китай, то заедешь в один город, и там город станков. То есть там, причем все очень ровно, аккуратно, стоят друг за другом, бери и подключай. В России, по нашей оценке, примерно 400 тысяч станков. Это немаленькая цифра, то есть если перевести там в деньги, достаточно большой, можно построить на этом бизнес. Но что интересно, сейчас покрыто системой мониторинга примерно там 5-7%. Среди этих 5-7% примерно процентов 70 – это наша система, остальное – это другие наши конкуренты. И там 97% – это оборудование, которое еще не покрыто, не цифровизовано. Вот, это наш потенциал в России. Ну, у меня было несколько возможностей уехать из страны. И почему-то вот когда на внутреннем уровне я не воспользовался, о чем вообще не жалею сейчас, я вижу, мне здесь кайфово, мне нравится здесь жить, мне нравится как раз тот баланс возможностей, дозволенности, скажем так, предпринимательской и потенциала для роста бизнеса, что не хочется уезжать. Ну, мы много, кстати, сейчас заработаем за рубежом, я вижу там потенциал большой, в том числе развитие системы. И это дает мне возможность путешествовать, работать с иностранными клиентами, работать на том рынке. И вот, наверное, вот эту вот возможность я реализую там в том числе. И поэтому хочется чем больше работать за рубежом, тем хочется больше в том числе оставаться здесь, помогать нашей промышленности и развивать бизнес, выходя за рамки России. А если бы наш стартап, наш проект не сработал, ушел бы ли я из промышленности? А вы знаете, наверное, нет, потому что вот надо, чтобы это почувствовать, надо приехать, например, на стартап-виллаж в Сколково. Когда живешь в своем городе, сейчас мы в Смоленске, такое ощущение, что мы там чуть ли не одни работаем и что-то пытаемся сделать, какие-то инновационные темы, идеи, с кем-то общаемся, куда-то продвигаемся. А туда ты приезжаешь, ты видишь кучу вокруг себя умных ребят, очень интересных проектов, таких хардварно-софтверных, и ты такой думаешь, блин, а слушайте, а я-то вообще не самый крутой, что есть идеи и вообще интересные, есть люди, которые достигли уже значительно большего. И буквально совсем не так давно мне люди спрашивают, Василий, ну вот неужели мониторинг, работа станка – это идея на миллиард? Как вообще? Ты точно тем занимаешься? И у меня такой, это, конечно, вызов такой, мне хочется сразу доказывать такими-то цифрами и ростом кратным бизнеса, доказывать, что да, это действительно идея на миллиард. И это один из факторов, который заставляет меня двигаться вперед. Продолжение следует...